Всем привет! Сегодня отвечаю на вопрос, можно ли беременным и кормящим кошке, либо собаке применять препараты от глистов. Ответ положительный. Можно, в некоторых случаях нужно, но конечно с оговорками, с нюансами. И о них мы поговорим. Первая заповедь. Не навреди. А когда разговор о беременных и кормящих, здесь риски повышаются. Нам нужно быть более осторожными. И когда назначаем препарат любой, от глистов, антибиотик, противовоспалительный, беременный или кормящему животному, мы должны анализировать риски. Что это значит? Необходимо применить препарат. Думаем, положительный эффект будет значительный, и значительность этого положительного эффекта превысит отрицательные моменты, возможные от препарата, или отрицательные моменты от того, что мы будем бездействовать, ничего не делать. Тогда применяем. Если непонятно, что произойдет, ну будет, не будет, сомнения, тогда оставляем как есть. На примере покажу, чтобы было понятно. Кошка у нас забеременела. Ну, случаются такие вот внеплановые беременности. Мы не знаем, не обработали от паразитов или не знаем, когда была обработка. И наблюдаем, что животное у нас активно бегает, прыгает, ест нормально, блестящая шерсть, нет поноса, рвоты, каких-то других симптомов, которые нам подскажут, что возникнут подозрения, что есть глисты. В этом случае ничего не делаем, не трогаем. Когда наблюдаем угнетенное состояние, вялость, рвота, понос или дефекация с глистами, то есть явные признаки того, что животное у нас страдает из-за того, что есть глисты, обрабатываем. Но подход такой. Первые, вот начало беременности, первые 2-3 недели обработка нельзя. Нельзя проводить, потому что большой риск получить осложнение. Если препарат проникнет через плацентарный барьер, какое-то вещество, может быть негативный эффект. Можем получить аборт, нарушение развития плодов. Исключение бывает только, когда угроза жизни матери. Тогда мы игнорируем, что у нас с потомством будет, спасаем мать. Ну, это принцип акушерства. И нельзя препараты давать в конце беременности, за 10 примерно дней до родов, потому что может пострадать уже сама мать. В нагрузке организм работает. Нужно обеспечивать не только свой организм, но и отдавать энергию плодам. И если мы применяем препарат, можем получить какие-то осложнения. Вот такой подход. В начале беременности не применяем и в самом конце не применяем. Что касаемо кормящих. 3-4 недели не трогаем животное. Не обрабатываем никакими препаратами от глистов. Исключение, опять же, когда есть угроза жизни матери. Ну, тогда можно котят, щенков отлучить, пересадить их или временно, или постоянно на искусственное кормление, обработать мать и тогда уже принимать дальнейшие решения. Какие препараты я использую чаще всего? Это Мельбимакс, Стронхолд, Дронтау иногда под вопросом. Читайте инструкцию. Всегда нужно изучать инструкцию, потому что любой препарат, который вы будете применять, даже тот, где написано, без проблем используется для беременных, кормящих, все-таки есть нюансы. Может быть, аллергическая реакция, может быть, побочный эффект от того, что глистов много и будет интоксикация. Изучаем инструкцию, консультируемся со своим доктором, а потом уже применяем препараты. Всегда есть риск. О препаратах против глистов есть статья у меня отдельная, ссылка будет вот вверху, подсказка, и внизу в описании тоже. И еще хотел момент сказать, что важно обработку проводить по графику, не тогда, когда беременное у нас животное, а по графику заранее обрабатываем от глистов, делаем всевозможные профилактические обработки, это от блох, клещей, прививки и так далее. То есть у нас беременность – это запланированное мероприятие. Не должно быть такого, что случайно забеременела кошка или собака. Это не совсем хорошо. Поэтому все по плану делаем, и будет все нормально. Будут у вас дополнения, пишите в комментариях, послушаем нашего эксперта, что он думает по этому поводу. Пока, друзья. Эй, ну зачем же сразу химию применять? Травить организм, особенно беременный? Есть же масса народных способов, народных средств, которые применяют от глистов. Вот недавно вычитал в интернете. Нужно что-то вкусненькое оставить, приманку такую сделать для глистов. Берете блюдце, глубокое или тарелку побольше, туда наливаете молоко козье, свежее, добавляете чеснок, мелко нарезанный, потом семечки тыквы, пижмы чуть-чуть, перемешиваете. Это самое вкусное средство для глистов. Ну, по крайней мере, так говорят люди. И нужно спать на левом боку, не перекручиваться. Спокойно спите, и глисты выходят. Они чуют приманку, и вот это блюдце находят, наедаются до отвала. И потом, вы утром их находите, потому что они переедают. И все. Вот так вот от глистов избавлялись наши деды и прадеды. Без всяких химий. А тут дай таблетку, дай капли. Это ж как можно так беременному-то? Нельзя. Вот так вот интернет нас выручает. Лечитесь. Продолжение следует...